Привет зритель! Второй день бытия. Ну, я так подумала, что когда приезжаешь на вечернем, сложно назвать это первым днём. Ну, вот это я работаю, если бы поехала, допустим, в деревню, то это был бы второй день бытия, как обычно и называется. Вообще, в 7 утра проснулась я, легла я где-то в половине 10-го, даже чуть раньше, ну, без 10 приперся код, я не закрывала дверь, потому что темно было, чай был урень, вообще спать хотела. Мне сегодня в 2 часа выставлять этот ящик. И вот получилось так, что кошачий корм сухой внезапно умер. Бывает и такое. Сухой корм может заплесневить. Ух ты тут кусок хлеба лежит на сухари. Меня ругали, чтобы я не оставляла куски хлеба на сухари, но вот это не я оставляла в этот раз. И у меня есть курица. Наверное, килограмм ее или типа того, которое я купила еще в июле. Не хотела тут сварить, сделать суп или типа того в начале июля. Или даже в конце июня я ее купила. Наверное, короче, я ее купила, когда вот первый раз тут жила. И она у меня лежала. Иногда тут свет отрубали, она размораживалась, замораживалась, размораживалась, замораживалась. Я вчера холодильник открыл, такой странный запашок. Два батона хлеба у меня нарезной просто скопытились. Я отдала животному, которое вчера мне попалось. У меня у меня углу животное. Если ты хочешь есть, то там он хлеб лежит, может съесть. Муж я как-то кидал два кусочек хлеба и его сжирали. То ли это животное, кот голодающий, от соседей напротив моих родственников. То ли это собаки этих соседей, которые иногда пускаются. Короче, в общем, достала эту курицу. И думаю, ну как бы молочком-то я кота напоила. Вчера ему обещала молочка, мы с ним пол. Ну где-то две трети дороги мы с ним пешком шли. На поводочке был. Даже человек со мной ехал, москвичка. Он думает, что я тоже из Москвы с котом. Видимо, едут животными из Москвы с котами на поезде. Короче, москвичка у Степанова в гости. Видать, на месяц я спрашивала. Вот второй человек у Степанова, который спрашивает, есть ли у вас в Масеевском грибе? А вы откуда из Масеевского? А есть ли у вас в Масеевском грибе? Короче, коту налила молочко вчера. Как поощрительный приз за то, что он пришкандалом топом. И по большей части все-таки шел куда надо, а не приходилось его уговаривать и говорить, что вот надо туда идти. Машина, правда, испугалась. Там полтора землекопа нам попалась. Точнее, дед мою тетю вез провожать на автобус. Ну как, мне приложили, чтобы меня свезти, но я так решила, что уж с котом хочу пойду пешком. И дед мне говорит, я поеду обратно, ты уже зайдешь. Но он мне где-то на середине пути, на середине половины пути попался уже после Ашалаева. Короче, увидела машину, кот испугался. Я побоялась, что он как позавчера выбежит из упряжки. И я его на руки вроде как в сумку положить. Он сам в эту сумку так прыг. Сейчас покажу, как мне эта сумка. Ну, в общем, молочка тут нанелось. Это идея моей тети. И в автобусе женщины меня похвалили за эту идею, можно сказать, за устанавливать тетю. Потому что там есть у нее какая-то вот эта женщина-подружка. У нее два кота, две переноски. И вот вы ряд в тережку. Значит, двух котов, одну переноску в тережку. Ну, и, в общем, сегодня я ему налила немножко молочка. Он как бы себе еду-то добыл. Ну, уж мне родня сказала, что дома нет мышей. Вообще, то, что мы мышкам покушать давали, это все уже сожрано. Даже в районе туалета на дворе все сожрано. Я в горнице не была, а в синях не проверялась, что как-то глянула, но не достоверилась, лежит там еще или нет. А на улице мышки есть. И вот мы сейчас принесли мышку. Она еще пищала. А мы его тут сожрали. Вон в том, вот куда палец попадает в квадратик, вот в этом квадратике. Я ему сказала, тише, жри, говорю, всю. До конца полностью. И не выблевывая ее обратно. Он ее всю до конца полностью сожрал, посмотрел, мяу-мяу. Пока он жрал ему молочко, плеснуло. Ну, молочко, правда, даже я хоть и плеснула ему меньше, чем вчера, но он и не допил его все-то. И пошел дальше искать мышу, видать. Ну, и вот я что, достала эту курицу, думаю. Не каждый же вдруг у него день, это наша работа. Все равно ему что жрать надо. Курицу, человек уже эту курицу вряд ли сможет есть. Ну, я как-то покупала в мясном ряду, в солнечном курицу. Я там лучше брать не буду. Ну, хоть мне раньше считала, что там все свежее, свежее. Может, оно когда-то и бывает свежее. Но потом раз в 15 перезамораживается. И, в общем, я сварила как-то бульончик от этой якобы свежей курицы. И он слегка по вкусу был не такой, как из свежей курицы. В общем, не прониклась я этим самым. У меня в этот раз опять грибной суп. Вот я вчера делала супер из кабачка. Потом скинув кукпет, когда уже буду, наверное, в городе. На следующей неделе, может, через неделю. Тут запасю, короче говоря. Есть что есть. У меня даже еще есть однородная консерва. Я думала из нее суп сварить, но, видимо, или с картошкой потом схомяч. Короче, в общем, у меня тут полтора супа. Потому что один еще надо доварить. Там бульон грибной. Грибочку у дома было. И грибочек еще где-то там, я тетя нашла. А тут эта курица. Я ее разморожу, сварю. Поделю на кусочки. И мое животное это сожрет. А бульон, наверное, придется отдать животным, которые ошиваются тут. Вот, придумали, куда этот бульон палить. Так что, вот. Вообще дико меня вырубает. Кот меня слегка бурил периодически. Что-то так я охреновенько спала. Мне что-то снилось. Но как-то вот тут муха одна жужжала. Мышей нет, так мухи жужжали. И как бы постельное белье вообще все такое был такой, как вот, допустим, не были месяцев семь в доме деревенском. Мы приехали весной, да, и вот все эти одеялы, подушки, матрасики вывешиваете вот так вот. Заборчик, и оно на солнышке сохнет, рассыхает. Такой вот, как бы, запах нежилого дома деревенского. Ну и как-то холодно. Печка у моей тети не затопилась. Я ее не рискнула сама топить. То есть, дымовок еще оставался. Мне вообще приснилось второй раз, приснилось, что первый раз мне приснилось, когда я сказала родственникам, что крыша течет, что мне, они приехали, все это слояли. Второй раз мне сегодня приснилось, что тут. Ну, я думала, что они приедут, когда я здесь буду. Я даже согласился, вы готовите, вы пожрать, если бы они приехали и сделали тут все. Ну, вот как-то обнаружила какую-то кнопочку. А, это не кнопочка. Нет, халат оранжевый. Там была веревочка у горловины. Короче, вот я думаю, что может она даже затопилась, не затопилась в этот раз. Не потому, что у дома что-то там течет, он слегка отстрелил там подобное. Ну, смотрите, ну какая вот трещина, вообще жуть. Еще при бабушке была небольшая трещина. Она очень просила наших родственников, ее своих вот этих любимых внучек. Не только внучек, вообще типа родственников родственников, которая раньше вот мелкая была. Очень много кто-то тусил. Друзья родственников. Мамины какие-то друзья редко. Чаще друзья родственников. Родственники родственников. И в общем, как тусить и на халяву что-то жрать, и просто гулять, и отдыхать, так мы первые. Все первые. А как вот ту бабушка просила печку отремонтировать, там, крышу подправить, еще что-то, еще при жизни бабушки. Так это все потом. Все морда кривили. Ну, в общем, как обычно, я думаю, во всех больностве семей такое бывает. В этот раз, я думаю, может быть, не затопилось. Но я раньше думала, что нахреново топилось исключительно, что тут такая щель. Дым идет не сколько куда надо, сколько внутрь. Но через раз тут топится, тут никто не топится. Ну, и здесь не должно быть такое черное, при бабушке такого не было. Это еще, по-моему, какой-то умерец родственный местного бытия при бабушке так вот учурнил. И вообще ее у контрапупили не потому, что вот она такая, как бы мне сказали неоладрые люди, дофига старая бывает и старее, видела я печки более древние. А-а-а, потому что топить нормально надо. Даже я вот, которая совсем недавно научилась впервые эту печку топить, может быть, еще даже при бабушке, при ее жизни. И то в курсе была, что не все можно вон туда шувать. Вот такие будни деревенца. В смысле... А, вот куда я положила. Будни того, кто... Наверное, дачник. Я раньше называла, ой, я на дачу поеду. У меня вся родня, особенно мои эти, вот, ближние-ближние родственники, вот, мы сались, какая-то дача на деревне, тут и, по-моему, это в Москве и дача где-нибудь там. Я думаю, ну, это же изначально дачный домик такой. Хоть он и такой, конкретная изба такая. У меня какой-то стих был про кошку Дашку, которая уже не живая. И там фигурировало слово изба. И что под обоями мыши ходят. И вот 90% тех, кто сидел на этих дурацких лицайтах, такие дебилы, не побоюсь этого слова, потому что они, видать, вообще, вот, ну, из тех дебилов, которые из тех людей, из тех людей, которые дебилы, которые думают, что если они чего-то не знают, то этого не существует. Набросились на меня, как это так? Там какой-то человек один, наверное, в десяти сказал, что, да, вот, бывают такие. До сих пор еще в некоторых деревнях Раисии бывают, России, пардон, бывают эти. Я говорила, как очебятываются, как очебятываются такие вот стены, поверх которых, поверх бревен. Газетки, там, какие-нибудь картонки присобачивают, а потом обои клеют. Тут склады, вот, вчера она у меня на одном окне, на этом-то вроде как поменьше. На моем вообще жуть была кладбище этих осенних мух, которые обычно, как бы, в августе, но что-то в этом году, в августе, их не было. Я так еще удивилась, порадовалась, но моя тетя сказала, что, ну что, типа, в сентябре такое счастье будет. Она тут летает одна муха. Наверное, надо закругляться, потому что надо что-то еще поделать. Вообще, меня дико вырубает. Надо на улицу выползти, надо из гамака листья вытряхнуть. Надо проверить мою сливу. Я вчера пришла, меня тут на столе сливинка ждет, и одна вон там. И есть у нас такие люди, которые, ну, прибедняются, прибедняются, не родственники. Просто, как бы, скажем, типа, соседи прибедняются, прибедняются. И тут я выясняю, что прибедняющие, если, знаете, так к вам придут, ой, знаешь, что у тебя такое тут растет, дай-ка я попробую. Вот когда у вас кто-то просит, или вы обычно, вот, нормальные люди, просят у кого-то что-то попробовать, это кусочек. Кусочек и есть. Штучку, штучку есть. А тут сказала, дай-ка попробовать, а ей легче согласиться, с чем отказать. И в итоге у нас литра слива не стала. И он, это слива, как бы, на самом-самом верху. В общем, где оно не смогло достать, там оно оставило. Я вот даже не знаю, те два моих дерева, где совсем чуть-чуть было сливы, обобрали или нет. Вот, не знаю, это такая наглость у людей, так как некровные родственники, которые мой велик раскручили, которая в прошлом году, одна из, повинная в этом основном, некровная родственница, заявила, что она не знает своему ребенку, объяснить, кто я такая. Ну, а велик раскручить, благословить на то, чтобы твой отпрыск раскручил велик, а то уже, вот, как бы, знаешь. Просто одно дело, если бы я могла поверить, там, ну, как бы, простить, там, скосить, что, ну, ладно, бывает, там, засунули велик, за что-то зацепились, и у него вот этот звоночек отвалился. Но когда кто-то специально это делал, это вообще вот, вот из серии тех людей. Вообще, у нас столько родственников, врагов не надо. Короче, вот, я тут на некоторые темы думаю периодически. У меня одна девочка просила, еще, может, месяц назад, хавчик на камеру, но тут штатива нету, как бы, в любой момент может кто-то зайти. Типа, хрен ли ты тут делаешь какую-то хрень? Ну, конечно, не часто, но иногда бывает, вот, сидишь, никого не трогаешь, и придет, один человек, и начнет на мозги капать своими тупыми шутками. Не со зла, но именно шо капать. Короче, она просила поднять одну тему, которую я уже освещала, и я тогда, как бы, мне неприятно. Эта тема была, на тот момент она с чем-то была связана, а потом, значит, как бы, уже я не знаю, что сказать, но, как бы, тему уже обсудили, что еще раз, второй раз ее мусорить, а у меня уже месяца полтора такая тема, другая несколько, тема на языке крутится. Я вот думаю, что, наверное, может, ее как-то оговорю. Или так же, вот, буду лапкой держать камеру, крутить, тут-то обзор делать, визуальный, и фоном говорить, или приеду уже дома и запишу с хавчиком. Даже, наверное, немножко такую зацепку дам, все равно это пока, когда я это еще смонтирую, когда это еще выложу, все равно я тут не опять минимум точно буду. когда люди бахвалятся своими болячками как достижением в науке или культуре, а другие люди меняют свое отношение к человеку, если узнают, когда вдруг внезапно узнают, что человек, допустим, чем-то отличается от них, вот у кого-то там ноги случайно нет, и эта нога на самом деле искусственная, выглядит как настоящая. Это чисто к примеру, и когда человек об этом узнает, что вот перед ним другой человек стоит на искусственной ноге, то в 90% случаях отношение меняется. Чисто по себе сужу, вот иногда вот так человеку скажешь что-то, да, да, я ко всем отношусь нормально, одинаково, мне обычно такое говорят, думаю, не только мне. Суть такая, что я считаю, что уроды моральные есть и среди полноценно физически здоровых людей, и у тех, у кого там, допустим, какое-то хроническое заболевание, а то, что сейчас вот в России, думаю, не только в России, ну, процентов 70 сейчас, наверное, по земному шару людей, 100%, полноценно физически здоровых, даже, думаю, наоборот, процентов 30. Ну, короче, очень мало людей, которые вот 100% физически здоровые, у кого-нибудь обязательно что-то есть. У меня была подруга, у которой была астма, она, правда, курила, как этот целый паровоз. Ну, в смысле, астма не мешала ее курению. Ну, я думаю, астма не тот вариант, хотя я видела у него какой-то этот странненький такой приступ, и какая-нибудь там звезда типа велевала, но раньше он был какой-то суперзвездой такой, не знаю, как сейчас, страдал от астмы, астма была, скажем так, популярна, думаю, наверное, даже модно было бы этой астмой болеть. Еще, когда люди узнают про какую-то болячку, заболевание, и у них в большинстве своем очень кривое представление, и они начинают вообще какие-то сплетни, слухи, кохиней какую-то приписывать этой болячке и человеку, болеющему этой болячкой внезапно. Хотя есть некоторые заболевания, приступы которых бывают даже у 100% здоровых людей, если их поставить определенные физические, скажем так, рамки. Нагрузку дать определенную. Ну и, в общем, определенные условия, если им поставить, то даже у 100% здорового человека приступ подобного заболевания может случиться. У некоторых случается как бы генетическая расположенность, и он случается день на жизни, больше не повторится. А у некоторых он случается довольно часто. И у любой, я думаю, болячки есть основная распространяющаяся как бы часть, которую большинство людей знают, много кто описывал и так далее, и та, которую мало кто где видел, встречал в жизни в реальной, мало кто изучал, мало вообще изучали. Но при этом она как бы есть и, можно сказать, считается менее вредной, допустим, чем основная ветвь подобной какой-то болезни. Но, тем не менее, глупыми слухами полнится везде. И вот, ну, как бы я раньше разочаровывалась, обижалась. Меня иногда обижало это, большей части разочаровывалось, люди офигевало. Сейчас просто слегка офигеваю, когда вроде адекватный человек какую-то запчасть воспринимает, как какую-то вещь начинает воспринимать, прям, ну, наравне, наверное, с каким-нибудь преступлением. Не сразу мнение о тебе меняется, иногда это не сразу показывается, иногда это резко показывается. И человек отдаляется от общения. Ну, скажем так, расплывчато говорю, ну, вот эта тема, откровенно говоря, меня давно уже, так, месяца два так напрягает, крутится в голове, думаю, какой-нибудь опрос, наверное, сделать. Ну, наверное, по предельному углу сделаю опрос на канале, а потом уже поговорю и поем. То есть такие любители, которые поесть не могут без того, как посмотреть, как кто-то ест. Ну, зеркало могли бы ставить себе. И еще при этом, чтобы есть, смотреть, как кто-то ест, и это кто-то говорил. Я думала, мне сейчас вот что-то показалось, подумалось, что-то связано, вот когда в детстве сидишь, вот эти сериалы, черно-белый телевизор или цветной, и смотришь все эти латиноамериканские сериалы, где там кто-то даже иногда и ест. Ты в смысле хомячишь, а оно говорит. И ощущение идет, как будто кто-то говорит и ест, и ты под это ешь. Я почему-то подумала, что любители этого мукбага именно оттуда выросли. Ну, да ладно. Долго я тут, наверное, трендычала, 9 часов уже. Надо отрубаться. Кот и мясо. Правда, самый момент уже упущен. С одной стороны подошел, с другой стороны подошел, а там пар идет, я говорю, тише горячо, типа потом поешь, подожди, астынет. Поспи пока. Мур-мур. Мур-мур. Слева все-таки была. На той сливе, что моя. Рядом с Калиной даже три ягодки на Калине умудрилась обнаружить. Наверху еще что-то есть, но потом уже. При помощи кого-нибудь. Думаю, даже предложение сделать человеку. Я подержу, человек соберет, сделает хималию, как там его. Ну, короче, это, поливу такую со сливами и помидорами, как в обходе мне выдавала повариха. И поделит эту хималию, хималию или как там ее на пополам. Ну, короче, часть мне выдадут не малюшенькую баночку, а так, хотя бы третью. Я это сливы поел. Может, хоть наелся. Не то, чтобы много собрала, но так как бы. Может, даже чуть больше пол-литра. И у меня еще осталось. Сейчас поедем прокатимся. Ну, в смысле, я прокачусь, потому что дома сидеть сразу спать хочется. На улице хочется сразу что-нибудь поделать. Вот тут 2 минуты 12-го. Дорога у меня еще есть время. Так что вот. Она похожа на картошку. Откуда посередине дороги картошка? Солнышко везде. Мой суп вчерашний. Сейчас стою напротив окна, вон там, у палисадника. Что-то я задумывалась, рассуждаю, что ж забыл. Уже что я так шарах-шарах, шарах-бабах. А слышу, и срок тактипо думала, что кот у меня там в кастрюле мясо на плитке. И думала, что оно из кастрюли хреначи. А оказалось, кот вот как лежал, тут и лежит. Думаю, если бы это была мышь, то он бы, наверное, ее уже тут ловил. Какая-то должна быть мыть, потому что там крышка вообще, я даже не поняла, откуда она упала. И так лежала вот этой штучкой, которой ручка у крышки, кверху. И корсик маленький кверху уже полежал на полу. Причем так вот, если по ней наискосок падали, по диагонали каждый в разные углы. Ну, я, конечно, была сфоткать, а там я что-то так очигел. Положила пока так, чтобы камеру взять. Вот она. Это мой суп-пюре с бабами, которые в огороде обычно растут. Если тут камера дергается, я тут пытаюсь очки на нос. обратно отправить рукой, которая держит камеру. Короче, бобы тут кабачок, морковка, лучок, на масле подсолнечном, как зажарка. Чуть-чуть попала капуста, потому что я вчера в той же ковраге сделала капусту жареную. И там, ну, совсем чуть-чуть оставалось. Ее тоже добавила. Хотя по рецепту я ее не впитывала. И что там еще? Приправа для шашлыка абхазская. хоть это и не шашлык совершенно. Наверное, что-то еще было, уж не помню. Ну и пара стаканов воды. Виктором, потом уделанная. Сейчас подогрее, пообедаю. В 2 часа у меня сейчас 31 минуту первого. В 2 часа у меня вынос вон того ящика, который за диваном сейчас стоит не видно с рамками. В 2 часа у меня